МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Возвращать подарки Дуганьяк провел розыгрыш призов. Это Нижнекамские новости. В студии Евгения Корбакова. Здравствуйте. Пошел на озеро с друзьями и погиб. Накануне на Пионерском утонул 13-летний мальчик. Известно, что подросток не умел плавать, а родители даже не знали, что он поехал на озеро. Думал просто гуляет во дворе. Беззаботный отдых у воды обернулся трагедией. Полиция опрашивает отдыхающих, дежурит бригада скорой помощи. Накануне в 6-м часу вечера на Пионерском озере утонул ребенок. 13-летний мальчик отправился купаться вместе с друзьями. Подросток не умел плавать. В этом месте озера резкий перепад глубины. Не умеющий плавать мальчик оступился, захлебнулся и стал тонуть. Его друг пытался вытащить мальчика. Дети звали на помощь. Но взрослых рядом не оказалось. Как стало известно позже, трое 13-летних ребят пришли на берег озера, не предупредив взрослых. Мама находилась дома, не зная того, что он куда-то собирается оказываться. И не беспокоилась за это, что ребенок во дворе, все нормально гуляет. Дно никто не обследовал. То есть, вроде бы мелко было. Купались на таком месте, где ничего не предвещало никакой беды. И вот из-за рельефа дна ребенок уступился и, соответственно, погиб. Прибывшие экстренные службы организовали поисковые работы. Помогали местные рыбаки. Убедительная просьба ко всем родителям не оставлять своих детей без присмотра. С учетом того, что сейчас такая жаркая-жаркая погода, дети, они их, как говорится, не удержать. В любом случае, они, хоть им говори, хоть им не говори, они сделают так, как они по-своему хотят. Уйдут на озеро, на речку, где остаются без присмотра взрослых. С приходом жаркой погоды количество несчастных случаев на воде резко увеличилось. Только с начала июля на водоемах Татарстана погибли 12 человек. Согласно статистике, около 80% случаев гибели на воде происходит, если купаются в необорудованных и запрещенных местах или находятся в состоянии алкогольного опьянения. Светлана Шумкова, Булат Абдульманов, Новости НТР. Завтра в Нижнекамске открывается муниципальный пляж. Об этом в своем инстаграме сообщил Айдар Медшин. Территория к сезону готова. В процессе эксплуатации пляжа будут соблюдаться все необходимые меры безопасности, рекомендованные Роспотребнадзором, написал мэр Нижнекамска. И призвал горожан в свою очередь тоже не забывать о профилактике, чтобы отдых на воде проходил с пользой для здоровья. Ночью без сна жителям Гайнулина-10 мешают соседи. Там проживают приезжие рабочие. Сегодня ночью они снова закатили вечеринку. Айгуль Яблонская продолжит. Крики, ругань и драки. Покой жителям дома Гайнулина-10 даже не снится. Потому как спать они не могут. Мешают соседи. Со слов жителей близлежащих домов, подобное происходит в их дворе каждый день. А если говорить точнее, каждую ночь. Дебоширят и шумят жильцы Гайнулина-8. В этом доме проживают исключительно приехавшие из соседних республик рабочие. Каждый вечер они выходят на площадки, на скамейки, устраивают концерты, начинают пить. Потом песни петь на баяне, на гитаре. Потом начинается выяснение отношений, драки. Потом походят вот там, вот они вчера дрались. То есть они как бы ничего не смущают, то, что здесь семейные люди живут. На детской площадке местная детвора уже давно не гуляет. Она стала местом отдыха рабочих. Повсюду валяются окурки, шелуха от семечек, пивные бутылки. А кусты превратились в общественные туалеты. Кстати, бывает и днём. Прямо на этой площадке они распивают спиртные напитки и загорают. Ну можно же, да, усилить. Есть же ППС патрули, да? Пусть он здесь вот подежурит неделю. Будет же спокойная тишина, да? А у нас нельзя открыть окна. У нас писк, крик, шум. Я ухожу на ту сторону, детям там мы спим. Ночной сабантуй продолжается до часу-двух. Выходные и вовсе до утра. Полицейские тут частые гости. Уже не раз они выписывали им протоколы. Факт непристойного поведения подтверждают и вахтёры этого дома. Вызывать охрану неспокойным и проблемным жильцам приходилось уже не раз. Приходится нажимать иногда в подъезду, когда всё как было. Но если звонишь насчёт улицы, пока кто-то едет в полицию, уже тут всё, никого не осталось, вы сосадись. Нельзя так. Попробуйте, подойдите ко мне, объясните об этом. Принцип своих не сдаём. Видимо, присущ этим приезжим. С их слов о ночных гулянках они ничего не знают. Никаких инцидентов таких вы не слышали, не знаете? Нет, нет. Точно? Точно. Не ворёте? Нет. Вы что-то вылевы? Нет. Вообще бывают какие-то драки, шум? Я новенького. Неделя полуже я здесь. Неделю только живёте? Да, неделя полуже. То есть вы ничего не видели? В ближайшие дни измученные бессонницы и жильцы собираются записаться на личный приём Кайдару Меджину. Надеясь, что градоначальник поможет им навести порядок во дворе. Айгули Блонсков, Ахрей Сламов. Новости НТР. Вечер четверга обернулся для двух молодых водителей внезапной встречи. Правда, незапланированное рандеву получилось не самым радостным. На перекрёстке строителей химиков легковушка влетела в мотоцикл. 21-летний водитель Рено Флюенс решил не дожидаться зелёного сигнала светофора и выехал на перекрёсток. Решение стало роковым. В это же время по дороге ехал и мотоциклист. Ему-то и досталось от легковушки. Результатом столкновения стали ушибы. После осмотра врачами байкера отпустили домой. На нашем сайте самая важная и свежая информация. Телеканал НТР24 есть во всех социальных сетях. Попасть на одной из страничек можно, наведя свой телефон на QR-код и отсканировав его. Ещё раз напомню, что новости можно посмотреть не только по телевизору. В 19.00 начинается прямая трансляция в Инстаграме и ВКонтакте. А связаться с нашей студией можно по телефону 40 07 70 или пишите на WhatsApp 8 917 93 73 077. Следственный комитет России взял на контроль дело о Нижнекамце, который нападал на женщин. Председатель Александр Бастрыкин дал указание проверить факты нарушения прав граждан и дать правовую оценку происшествию. Напомню, 34-летний мужчина пинал и избивал женщин в парке «Семья». Его действия зафиксировали камеры видеонаблюдения. Злоумышленник получил штраф и вышел на свободу. Такое наказание вызвало возмущение людей. После этого мужчину снова задержали, заключили под сражу. Пока на два месяца возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство». Подозреваемому грозит до пяти лет лишения свободы. Ещё раз, за что это женщина заливала? Я отказываю, это помогу. Это утро не было приятным для жителей юности 9В. Там забилась канализация. Фекалии разлились прямо под окнами. Это всегда неприятно. А в такую жару особенно. Светлана Шумкова побывала на месте. Вместо того, чтобы уходить по трубам, нечистоты вытекают из подвала прямо на улицу. Большая зловонная лужа разлилась под балконами. Жильцы говорят, такое уже бывало. Ну вот знаете, по-моему, весной было, потом осенью было. Два раза было где-то вот так. Приходили, устраняли. Трубы, что ли, не очень. Да, видно. Там вообще гниль все уже. У нас канализацию, все трубы поменяли, водопровод. Это и поменяли. Это я ничего не скажу, но о подвале откуда я знаю. Правда, никто из жильцов так и не вызвал слесарей самостоятельно. Лужу заметил сотрудник дома управления, который обходил тут территорию. Быстро подошедшие работники сразу спустились в подвал, где и определили, канализация засорена. Это и жильцы виноват. Год два раза котят бросают. Постоянно. Чем засорена канализация, работники дома управления узнают гораздо позже. А пока они начали прочищать трубы. Уже сегодня аварию должны устранить. Светлана Жемкова, Фахрий Исламов, Новости НТР. Изменился маршрут двух межмуниципальных рейсов. Связано это с проведением строительно-ремонтных работ на участке Сухарева-Семенеева. Речь о 113 и 134 автобусах. Теперь они будут заезжать в Болгар, Козыльяр и Трудовой. Обещают, что количество рейсов останется прежним. Сегодня в Нижнекамске проводили в последний путь женщину, которая помогла появиться на свет десяткам тысяч малышей. Зоя Антропова была легендарным акушером-гинекологом и работала до последних дней. Она скончалась на 86-м году жизни. Зоя Васильевна Антропова всю свою жизнь посвятила детям и их мамам. Работая акушером, помогла появиться на свет тысячам малышей. Все пациентки вспоминают ее с большой благодарностью. Сколько она родов приняла, это невозможно сосчитать, потому что статистика будет такая, что, наверное, тысячи, может, даже вы относитесь, или ваша мама, рождите через ее добрые руки. Пусть память о ней останется в наших сердцах на долгие-долгие годы. Каждый раз, когда ребенок рождался, вот прям для нее радость, прям какая-то была на лице все время улыбка, спокойствие. Вообще хорошо с ней было, комфортно. Даже не хочется сказать, что была. Она помогла мне родить здоровую доченьку, а дальше мы с ней вместе работали. Вы знаете, это было замечательное время, когда Зоя Васильевна – это старший товарищ, наставник. Зоя Васильевна переехала из Казахстана в Нижнекамск вместе с мужем. Здесь она начала работать врачом-акушером-гинекологом женской консультации, а затем стала заведующей родильным отделением. Она всегда была предана своему делу и с особым вниманием относилась к роженицам. Уважать человека. И тогда какой-то контакт с женщиной лучше передается. Хорошая женщина и роды протекают. Я говорю, о, сейчас Антропова придет и родим. Я говорю, а почему вы сами-то не рожаете? Ну, у вас лучше получается. Работала она до последнего дня. К тому же обучала студентов медицинского колледжа. Большинство из них успело поработать со своим наставником. Ее преемники и пациенты навсегда запомнят Зою Васильевну добрым и отзывчивым человеком. Алия Газалиева, Булат Абдульманов, Новости НТР. Паспорт и гелевая ручка – это стандартный набор участника ЕГЭ. Сегодня выпускники проверили свои знания по алгебре и геометрии. Однако в этом году этот экзамен необязательный. Его сдают только те, кто собирается поступать в ВУЗ. Обо всем подробнее в нашем следующем сюжете. Теоремы, формулы и даже таблицы умножения – это не полный список того, что должны знать участники сегодняшнего ЕГЭ. В этом году из-за эпидемиологической обстановки сдают только профильную математику. Базовая же исключена из списка предметов. Я сдавал математику, чтобы поступить в летное училище. Готовился усердно, повторял теоремы, ходил на курсы, посещал уроки. Профильную математику я сдавал. Я выбыл ее в 10-м классе еще. Но потом передумал поступать на то направление, где нужна профильная математика. Отказаться уже было поздно. И решил для себя сдать ее, для проверки своих знаний математики. Ученики держатся на расстоянии полтора метра друг от друга. Для этого даже наклеили специальные разметки. Санитайзеры и бесконтактные термометры тоже на месте. Сдавать экзамен в 30-ти градусную жару трудно. Поэтому для участников поставили кулер с водой. Всех детей проверили медики. Температура никого нет. Организаторы все тоже без температуры. У них тоже измерена температура. Работа в штатном режиме. Пронести с собой телефон не получилось ни у кого, говорят организаторы. Ребята и не пытались. Поэтому результаты должны быть честными. Свои баллы выпускники смогут узнать через две недели. А подать документы в институт можно уже сейчас. Сегодня за парты вновь село 547 выпускников. Особые условия сдачи ЕГЭ в этом году их не напугали. Хотя количество все равно уменьшилось. Так как не все выпускники планируют поступать в высшие учебные заведения. Алия Газалиева, Булат Абдульманов. Новости НТР. Проездной билет на полгода, бытовая техника и сертификаты в салон красоты. Редакция газеты Туганьяк провела розыгрыш ценных призов среди своих читателей. Все они выполнили главное и единственное условие. Подписались на печатное издание. По-настоящему народное издание решило отблагодарить своих подписчиков за преданность и разыграть среди них призы. 2000 человек еженедельно берут в руки свежий выпуск Туганьяк. Это единственная в Ниждекамском районе городская газета, которая выходит на татарском языке. Роза Мулюкова, одна из самых преданных читательниц, пришла испытать свою удачу. Газету Туганьяк, нашу районную газету, я читаю, выписываю с первых дней. Никогда не забываю. Люблю читать статьи интересные. Многие читатели давно стали не просто подписчиками, но и благотворителями. Благодаря предпринимателю Рифнуру Зайнулину, директору компании «Полиметал Инвест НК» Валерию Иванову, имам Мухтасибу Ниждекамского района, Салиху Хазрату Ибрагимову, первому заместителю руководителя исполнительного комитета Радмиру Беляеву, нашему земляку, депутату и писателю Разиль Валееву, а также обществу Кряшин. Ближайшие полгода газету будут получать все те, кому так нужна помощь. Это многодетные семьи, ветераны и инвалиды. Тамара Алексеевна Богудинова, как руководитель общества Кряшин, каждый полугодие подписывает своих родных и близких, ветеранов Кряшинского движения, ветеранов Великой Отечественной войны, сельские клубы наших районов, где проживают компактно Кряшины. Также подписываются наши сельские библиотеки, потому что вся информация о нас выходит в месяц один раз в рубрике «Карендеш». По итогам розыгрыша более 40 человек стали обладателями ценных подарков. Призы достойны. Произной билет на полгода, бытовая техника, сертификаты в салон красоты. Не расстраивайтесь, если вы не увидите свою фамилию в списке победителей. Фортуна капризна, а газета нет. Она по-прежнему будет приходить к вам с новостями о жизни города и района. Подписаться на Тураньяк может каждый. Редакция находится по адресу химиков 64А. Альбина Валиева, Марсель Джураев, Новости НТР. Все как на Майдане. В 69-м детском саду отметили самый красивый татарский праздник лета – Сабантуй. Бег с мешками и с яйцами в ложках. И, конечно же, разбивание горшка. Дети были в восторге. Из-за пандемии в этом году Сабанту решили устроить только в одной группе. По словам воспитателей, такие мероприятия помогают сохранить национальные традиции. Мы его каждый год проводим с удовольствием. У нас такие же игры, как и в настоящем Сабантуй. Чтобы дети не забывали этот праздник, знали его. На этом я с вами прощаюсь. Впереди прогноз погоды. Связаться с нашей студией можно по телефону 40 07 70 или пишите на WhatsApp 8 917 93 73 077. Приятных вам выходных. В субботу 11 июля в Нижнекамске ясная погода. Температура воздуха днём плюс 27 градусов. Ветер северный 4 метра в секунду. Атмосферное давление 752 миллиметра ртутного столба. В воскресенье погода останется без существенных изменений. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok